Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. В преддверии светлого пасхального воскресенья решили поделиться с вами рецептом пасхального кулича. Сейчас я расскажу несколько слов о наших критериях. Вообще, в чем самая большая проблема приготовления куличей пасхальных? В том, что любая хозяйка в лучшем случае готовит их два раза в год. Первое это на пасхальное воскресенье, второе это на поминальные дни. После этого рецепт теряется, забывается и нет должного опыта. Поэтому, когда мы начинаем повторять через год рецепт, приготовленный в прошлом году, иногда у нас бывают неприятные огорчения. Начал я углубляться в историю пасхальных куличей, и человек только не начитался. И парафаллические символы вкупе, пасхи с яйцами. В общем, не буду вдаваться в историю. На самом деле, историй в интернете очень много. Четко мы знаем только одно. Но пасхальный кулич это дрожжевой хлеб, вот почему-то он только дрожжевой бывает, обычно покрытый сверху декоративной глазурью, который выпекается в форме высокого цилиндра. То есть, квадратных куличей не делают. Плоский кулич, который, грубо говоря, плоский как хлеб, который шире, в ширину больше, чем в высоту, тоже не делается. То есть, традиционно он все-таки делается высокий. Вот это я считаю тоже не совсем правильный, не совсем высокий кулич. Он должен был быть бы вот таким вот. Моя покойная бабушка пекла куличи еще во времена Советского Союза. Невероятно вкусные. Ну, кстати, в Украине мы их называем пасхи, просто пасхальный хлеб. Кулич это более славянское название пасхального хлеба. Ну, хотя здесь уже сейчас тоже. Получается, что вот в 80-е годы, в годы моего детства, бабушка называла Пасха. Сейчас все-таки у нас больше преобладает слово кулич. Не в этом дело. Пекла их в таких жестяных баночках от горошка зеленого советского. Если кто помнит, вот продавался он такого диаметра, была вот такой вот высоты. Жестяная баночка консерва, там литр горошка было. И вот в таких баночках бабушка пекла куличи. Так вот, с тех пор у меня сохранились основные критерии. На мой взгляд, что больше всего присуще этому пасхальному хлебу? Первое. Он должен быть очень воздушный. То есть, тесто должно быть как такая воздушная-воздушная губка. Второй критерий. Тесто не должно быть сухое. Оно должно быть чуть-чуть... Ну, вот как бы оно не влажное, но оно должно быть сочное. То есть, оно не может быть сухое, как песочное. Хотя, в некоторых культурах пасхальный хлеб пекут и из песочного теста. Но мы об этом не говорим. Мы говорим только о дрожжевом. И третий фактор, на мой взгляд, очень важный. Вот эта вот глазурь, эта помадка, она, когда разрезаешь кулич, не должна раскрашиваться. Она не должна крошиться. Она не должна крошиться. Вот у меня с произношением тоже бывают чудеса. То есть, не должно быть такого, когда вам отрезали кусочек кулича, пока его донесли до тарелки, а потом донесли до рта, вот эта вот помадка уже раскрашилась, и она везде. У вас на одежде, на тарелке, на столе. Но только не доходит до нужного места. Вот до рта, имелось в виду. Вот, собственно говоря, этим основным нюансом мы сегодня и посвятим наше видео. Этот рецепт мы с Ларисой очень долго отрабатывали. То есть, он такой, может быть, немножко нестандартный, а может быть, кому-то он покажется и очень стандартный. Но в любом случае, опять же, дорогие друзья, в преддверии Светлого Христового Воскресения, хотим поделиться с вами рецептом именно нашего кулича, который отвечает тем критериям, которые я только что озвучил. Давайте перейдем к ингредиентам. Наш рецепт рассчитан на приготовление четырех вот таких вот куличиков. То есть, достаточно небольших, где-то вес его в районе 250 грамм. Соответственно, если у вас большая семья и вы хотите приготовить больше, то количество ингредиентов, указанных в рецепте, вы просто пропорционально увеличиваете. Лариса составила очень точный рецепт со свойственной ей скурпулезностью в граммах. Для меня, конечно, вот это вот количество продуктов, это просто армагедон на столе. Для меня значительно привычнее кусок мяса, перец, нож и луковица по максимуму. Но сейчас, друзья, я вам постараюсь представить все это. И в первую очередь о формах. К счастью, прогресс шагнул далеко вперед, и нам не надо использовать бабушкины формы, сделанные из консервов для зеленого горошка. В преддверии светлого пасхального воскресенья в любом супермаркете практически продаются вот такие вот бумажные формы, одноразовые преимущества. Ну, первое, то, что она одноразовая, она красивая, и в ней очень просто готовить. Ну, вот мне очень нравится, когда куличик выглядит вот так, вот он сразу же в такой оберточке красивый получается. Поэтому, и, кстати, они разных размеров бывают, бывают такие, бывают и выше, но мы купили такие, как есть. Если нет возможности купить такую форму, то, естественно, можно уже использовать любую. И кастрюльки какие-то маленькие хозяйки используют, и силиконовые формы, и металлические формы. В общем, без разницы. Давайте я попробую сейчас вкратце рассказать о ингредиентах. В первую очередь, для приготовления вот этой вот чудесной глазури, главное преимущество которой, то, что она не трескается, не крошится и не сыпется вам на штаны или на платье. Сахар, вода, желатин, лимонный сок. Все. Для глазури это все. Теперь нам понадобится приготовить опару. Для опары, естественно, дрожжи, пшеничная мука высшего сорта, сахар, и разогретое до температуры 37 градусов молоко. Для самих куличей. Лимонная цедра, ванильный сахар, все время у меня с ванильным чудеса. Сливочное масло, яйца, обычный сахар-песок, немножко коньячка. Опять же, такие мука высшего сорта, пшеничная. И для наполнения. Куличи можно делать вообще без наполнения. Традиционно они делаются с изюмом. Мы в нашем случае будем использовать изюм и сушеную вишню. Мне очень нравится, когда кулич наполнен, хорошо наполнен, когда в нем вот этих всяких изюминок, ништячков побольше. Ну, это я так люблю. Соответственно, вот эти ингредиенты вы можете выбирать и добавлять по своему усмотрению, насколько вы их любите. Итак, друзья, давайте приступим непосредственно к приготовлению. Прежде чем заняться опарой, подготовим наши ништячки. Изюм и сушеную вишню мы тщательно промыли в теплой воде, но не замачивали. Смешиваем их в одной посудине и заливаем 20 миллилитрами коньячка. Поверьте, будет очень вкусно. Еще лей, 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 Ларис, это мало. Коньяка надо оставить. Коньяка надо много. Еще чуть-чуть. Хорошенько перемешиваем и отставляем в сторону. В процессе, пока мы будем готовить опару и подготавливать тесто, время от времени наши ништячки, которые мы подготовили, перемешиваем, чтобы коньячок, чтобы они напитались коньячка. Вот можно, кстати, порезанную курагу использовать, можно сушеную клюкву использовать. Вообще, наполнителей может быть великое множество. Теперь приготовим опару. В теплом молоке температурой 36-37 градусов растворяем нужное количество сахара до полного растворения. То есть, просто его берем, размешиваем, пока он полностью не растворится. После того, как сахар полностью раздворился, пачечку дрожжей 11 грамм рассыпаем по поверхности молока и оставляем на 2-3 минуты, чтобы дрожжи хорошенько регидрировались, ну, то есть, попросту намокли. После того, как дрожжи хорошенько намокли, просеиваем муку. Если у вас нет такой чудесной чашки, как у Ларисы, то просто можно муку вначале просеять, а потом ровненько внести в опару. Хорошенько это дело перемешиваем. Можно с помощью венчика, можно с помощью ложечки, но с помощью венчика удобнее. И вот у нас получится такая очень концентрированная, очень дрожжевая опара. Я, кстати, вот думаю, Лариса, это не маленькая мысочка для... Не вылезет ли она через верх? Ну, мы не будем же ее передерживать так, чтобы она сильно увеличилась. Не вылезет, да? Нам главное, чтобы дрожжи активировались. Ну, согласен, в этом-то и суть опары. То есть, если ее передержать, если она очень сильно начнет бурлить, ну, это тоже не очень хорошо. Таким образом, друзья, помещаем эту опару в теплое место. Температура должна быть 28-30 градусов. Желательно, чтобы в этих пределах. Вот такая вот сметанообразная масса у нас получилась. Размешали ее, накроем теперь пищевой пленкой и на 30-35 минут в тепленькое место и следим за ней. То есть, она должна хорошенько забурлить, но не перебурлить, да, Ларис? Не перебурлить. Вот как-то так. Ну, в общем, время и наш опыт показывает, что при температуре 28-30 градусов в течение 30-35 минут будет самое то. Через 35 минут опара готова. И мы готовы к приготовлению теста. В первую очередь забьем яйца. Используем три яйца целиком, а от одного яйца, от четвертого, используем только желток. Мне это напоминает какие-то рецепты бабы-яги, там, где надо сушить 10 лет, потом взять куриную лапку и так далее. Ну, какая-то магия же происходит. Почему-то Лариса именно так составила рецепт. От одного яичка отделяем только желток. И туда его. Туда же отправляем сахар и ванилин. И эту штуку тщательно взбиваем миксером. Сейчас даже засеку время, чтобы точно сказать, сколько мы будем взбивать, и покажем, какой результат у нас получится. 10 минут взбивалось. Получили вот такой вот результат. Полностью пенный. Теперь добавляем сюда опару. Приготовленную. Видите, какая она запузырилась. Ой, какая красотища. Добавляем масло. Масло у нас находилось при комнатной температуре, чтобы оно было не твердое, естественно, не прямо из холодильника. И просеиваем муку, которую мы подготовили. Вторую часть муки. Количество вы найдете в описании. После того, как просеяли муку, опять вооружаемся миксером. Если у вас нет такого миксера, то используем обычный ручной миксер. Меняем насадочку для теста. В ручном миксере эти две таких червякообразных насадки. И начинаем вымешивать наше тесто еще в течение 10 минут. 15 минут вымешивалось наше тесто. Вот такое оно чик. Но бабушка, кстати, все это делала руками. Это 100%. Никаких миксеров она не использовала. Я, конечно, был маленький. Я не помню, как она месила тесто. Но точно знаю, что миксера у нас в доме не было. Сейчас все более автоматизировано делается. И проще. Да, и бабушки уже не те. Друзья, накрываем тесто пищевой пленкой и помещаем его на 40 минут подходить в теплое место. Ну, а также температура 28-30 градусов. Бабушка, когда это делала, она запрещала подходить ближе, чем на пушечный выстрел к тесту. Ну, а мы помещаем его просто в разогретую духовочку. Пока тесто подходит к духовке, надо просушить ништячки наши или изюмчик. Выкладываем его на полотенечко равномерным слоем. Ну, на бумажное, естественно, полотенечко. Так, чтобы они просохли и обветрились. Мукой же мы их после пересыпаем, правильно? После того, как они просохнут. Ну, вот у нас тесто будет подходить 40 минут. На эти же 40 минут пусть наши ягодки просыхают. Подходило тесто у нас 50 минут. Теперь следующим этапом надо вот таким вот образом приготовленной мукой обсыпать ништячки, изюмчик. А для чего это делается? Делается это для того, чтобы в наших пасочках, куличиках, они распределились равномерно и не опускались на дно. Ну, скажем, на низ пасочки. Естественно, изюмчик, как вы помните, мы предварительно просушили. Ну, у нас изюмчик и вишенка. И вот смотрите, тесто, время тут не панацея. Надо, чтобы оно при температуре 30 градусов поднялось примерно в 2,5 раза. Сейчас увидите, Лариса его распакует. Лучше его не трясти, вот когда вы его переносите, избегать резких движений каких-то, избегать встрясок. То есть, ну, с тестом действовать максимально аккуратно. Вот видите, какое оно? Пористое-пористое. Теперь отправляем наш изюм в ёмкость с тестом. А изюм так пахнет, запах коньячка манит. Манит. Конечно, коньяк лучше вовнутрь, но придётся пожертвовать маленьким количеством для Пасхи. А вот скажи, если люди там спиртное вообще не переносят, можно же просто в сладенькой водичке его замочить вместо коньяка, да? Ну, по большому счёту, можно и просто в водичке тёпленькой замочить. Но, в принципе, оно тут вкуса коньяка вообще не будет. Ну, больше запах, да. Он, даже не то чтобы запах, он просто размягчает, то есть, более нежные ягоды становится. Это для размягчения, скажем так. Отправляем наше тесто в приготовленную лимонную цедру и остаток коньяка. Вооружившись лопаткой, перемешиваем тесто аккуратно, ну, не взбиваем его, а именно аккуратненько, вот так как делает Лариса, вмешиваем в тесто изюм. Скажи мне, а вот эти бумажные формочки мы как-то готовили, мукой как-то посыпали или ничего с ними не делать? Дело в том, что все говорят, в основном говорят, что их ничем обрабатывать не нужно. То есть, это уже формочки готовые, в которые просто выкладываешь тесто. Но буквально недавно я услышала такое мнение, что их можно либо смазать маслом, чтобы они не сильно приставали, чтобы корочка была такая однородная, скажем так. Потому что, в принципе, к этой формочке пристает все-таки тесто. И когда разрезали, то есть, нужно снимать с гладенькой корочкой, скажем так, ну, эту бумажку. Вот. И еще один, как бы, вариант, тоже то, что я услышала, что нужно смазать маслом и присыпать либо манкой, либо сухариками, либо мукой со трубями, чтобы немножко создать вот такой вот каркас, для того, чтобы легче отставало тесто. Попробуем. Я не знаю, не пробовала. Вот сейчас вот это будет экспериментально. Я сделала все три варианта. Я вижу, одну без ничего ты сделала, вторую просто маслом, а третью маслом и присыпала. Чем ты присыпала? Мукой со трубями. У меня манки нету. Друзья, обратите внимание, как Лариса перемешивает тесто. Делает это очень-очень аккуратно, без резких движений. Но при этом нам надо добиться равномерного распределения изюма по всему объему теста. А кошка, например, считает, что очень удивительно, что мы ничего мясного не готовим, а готовим что-то такое, что в ее понимании совершенно не еда. Забилась в уголок и обиделась на нас. Она считает, что лучше всего на праздничный стол готовить колбасу. Кстати, еще до Пасхи, до праздника, мы приготовим вот такую вот украинскую, именно пасхальную колбаску домашнюю. Будет вкусно. Поэтому следите за нашими... Следите за нашими блогами, следите за нашими рецептами. Я вот подумал о колбаске и понял, что хочу кушать. И кошка тоже облизывается при слове колбаска. Будем наполнять формочки? Да. Аккуратненькими движениями. Тесто, видите, достаточно пластичное, жидкое. наполняем наши формы. То есть его шутрамбовывать никак не надо. Оно само примет форму, растечется, да? Да, мы просто наполняем наполняем формочки где-то на одну треть от нашей высоты. Всего на одну треть? Да, всего на одну треть. А скажи мне, Лариса, а если металлические формы, то я помню, бабушка смазывала металлические формы сливочным маслом. Да. Вот металлические формы или ну вот расстегивающая форма с антипригадным покрытием их тоже все равно нужно смазывать сливочным маслом, и тогда их легче будет извлекать. Ну, там же нам надо куличик извлечь, здесь-то нам его извлекать не надо, мы по большому счету просто формочку... Ну, вот эти формочки классные тем, что кулич можно прямо в формочке ставить на стол на праздничный. Ну, нести в церковь тем, кто будет их освещать, обкладывать яйцами, в общем, совершать все необходимые действия. Сейчас наполним остальные формы, чтобы не делать слишком длинное видео, и вернемся к вам. Все формы наполнены, теперь смотрите, надо действовать достаточно аккуратно. Готовим решетку, на которой мы будем выпекать в духовке эти куличи, и сейчас мы разогреем духовку до температуры 50 градусов, то есть важно поддерживать температуру 45-50 градусов, и поместим их в духовку. Главное, чтобы температура не поднималась выше, чтобы тесто не запеклось, а именно поднялось. Если у вас нет такой точной духовки, которая держит нужную температуру, тогда в нее надо поместить какой-то градусник, термометр, ну, любой, даже стеклянный термометр, и время от времени ее включать-выключать, чтобы температура была ну, вот в пределах 45-50 градусов. Перемещаем наши куличи в духовку. Ориентировочное время, которое они будут подходить при такой температуре, 40-45 минут. Я сейчас засеку время, ну, и точно вам скажу, сколько у нас получилось по времени, но мы будем смотреть по тому, как они поднимутся. То есть куличи должны подняться практически до верха. Отправляем их в духовку и засекаем время. Прошло 50 минут, куличики подошли. Но ключевое здесь не время, а время может быть разным. Они должны подойти вот до такого состояния, чтобы они полностью заполнили формочки. Теперь разогреваем духовку до 180 градусов. На дно духовки ставим емкость с водой. В нашем случае это будет старая сковородка без ручки. Можно поставить второй противень. Помещаем на дно духовки емкость с водой и засекаем время. Через 10 минут нам эту емкость надо будет вынуть. Теперь аккуратненько помещаем, желательно не трусить их, аккуратненько помещаем куличики. Всего они будут выпекаться ориентировочно на 30-35 минут. Через 10 минут вынимаем емкость с водой и надо приготовить либо пергамент для выпекания, либо фольгу. Если верхняя поверхность начнет сильно подрумяниваться, то просто куличи сверху накрыть листом пергамента. Я засекаю время, друзья. Если мы будем накрывать пергаментом, то вам покажем. Через 20 минут видим, что верхняя часть куличиков хорошенько уже зарумянилась. Чтобы она у нас не была сильно подгоревшей и такой черствой, как я уже говорил, просто сверху накрываем листиком фольги и оставляем выпекаться еще на 10 минут. Через 35 минут куличики готовы. Выпекали все-таки не 30, а 35 минут. Извлекаем их из духовки. и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Кстати, забыл сказать, как Лариса проверяет готовность. Вернее, Лариса забыла показать. Берем бамбуковую шпажку, протыкаем куличик посередине и вынимаем шпажку. Шпажка должна хорошо выниматься и при этом оставаться сухой. То есть, не должна там ни к чему прилипать. Значит, куличи готовы. А после того, как они полностью остынут, будем готовить глазурь для шапочки. Куличи практически остыли и приготовим вот эту вот глазурь нашу, которая не крошится и такая, достаточно эластичная. Желатинчик заливаем двумя ложками воды комнатной температуры. после этого сахар пересыпаем в кастрюльку. и опять-таки 4 ложечки воды комнатной температуры, что напоминает мне приготовление инвертированного сахара. На медленном огне начинаем разогревать смесь. В это время в чуть большей кастрюльке, чтобы сделать водяную баню, доводим воду до кипения, потому что нагретую смесь нам надо будет держать в теплом состоянии, в то время, когда мы будем формировать шапочки из глазури на наших куличиках. Медленно нагреваем сахар до его полного растворения. Ну и до температуры практически 100 градусов. То есть у нас получится не совсем инвертированный сироп, но такой хорошо концентрированный сироп сахарный и вот его надо практически закипятить. Сахар разогрелся, в это время желатин набух. То есть превратился уже в желейку. Вводим желатин в сахарный сироп горячий. и начинаем взбивать миксером. через 4 минуты активного взбивания видите превратилось сироп превратился в такую ну не знаю сметанообразную массу. Добавим лимонный сок и уже не взбиваем а просто полминутки взбиваем для того чтобы перемешался сок. То есть масса у нас уже взбилась. Переместим нашу глазурь вот таким вот образом в кастрюлю с горячей водой чтобы она не застыла раньше времени пока нам это не надо. И приступим к украшению куличей. Любым удобным способом наносим получившиеся глазури на верхнюю поверхность наших пасочек. То есть можно наверное и этим пакетом кондитерским наносить. Можно но это будет очень долго то есть она может успеть застыть. Можно наносить сугубо по верхней поверхности можно наносить формируя какие-то такие потеки небольшие по краям. Все это зависит только от вашего фантазии от ваших привычек от вашего желания. То есть тут правил никаких нет. Да Лариса скульптором ты не станешь. Можешь. тоже помочь. Помочь? Ну конечно. Да все подписчики пишут что это кооператор что я тебе вообще не помогаю что я буду ломать стереотипы. Оно липкое очень да? Да оно очень липкое. Вот таким вот образом нанесли глазурь и сверху уже по желанию опять же присыпаем любыми украшениями это может быть ну из натуральных может быть мак мы купили в магазине вот такие вот украшения специально для пасхальных куличей из они из сахара сделаны или из сахарной пудры прессованной ну видимо я так подозреваю с пищевыми красителями какую-то ты фигуру выкладываешь Лариса это корона или это купол собора Василия Блаженного я что-то не пойму ну я вначале думал что ты по кругу выкладываешь но потом понял что кругом и не пахнет я перфекционист а Лариса нет я бы еще придумал бы как разметить его чтобы круг был ровненький смотри сколько пасы да я понял ты мне с удовольствием предоставишь эту возможность украшаем какой-нибудь фигуркой опять же таки по желанию то есть все это друзья исключительно ну исключительно вопрос ваших эстетических предпочтений вот Ларисе понравились пасхальные квиточки и утка ну утка мне тоже нравится я правда не понял ну какое она отношение к пасхе имеет это цыпленок а цыпленок имеет большее отношение чем утка ну ладно точно так же не буду смущать Ларису сейчас она даст волю фантазии и разгонится с остальными куличами покажем вам конечный результат в результате длительных политических дебатов ой не то в результате длительных эстетических дебатов у нас получились вот такие вот куличи я бы конечно их с большим удовольствием украсил бы наверное чем-то натуральным например маком ну не знаю может еще какими-то зернышками но куличи должны быть яркие поэтому украшали вот этими вот сахарными штучками из супермаркета друзья теперь ждем пока полностью остынет вернее полностью застынет глазурь и будем дегустировать куличики полностью остыли можем разрезать посмотреть какие они внутри и продегустировать я попросил Ларису мне помочь разрезать но дегустировать друзья Лариса упорно не хочет вот почему-то меня все время спрашивает а почему Лариса не дегустирует что ты сам все время хаваешь вот Ларис скажи почему ты не хочешь дегустировать У тебя это лучше получается. Ну вот, слышите? Не подумайте, что я ей запрещаю или не даю возможности. Наоборот, я просто скромняга. Ее в кадр затащить нельзя. Опа, какой класс, друзья. Сейчас покажу крупным планом и продегустируем. Вот такой вот у нас кулич получился. Очень нежное воздушное тесто. Вот этот топпинг, который, как я говорил, не крошится. Давайте попробуем, друзья. Ну что ж, друзья, попробуем пасочку или куличик. Снимаем часть формочки. Вот очень удобно. Мне нравится то, что можно резать с формочкой. Потом ее чик снял. Как бы молочка горяченькая. Ну что, результат достигнут. Кулич не сухой. Как по мне, самое главное, чтобы он не был сухой. Чтобы он был вот с таким сочным, ярким, насыщенным вкусом. Ну и, конечно, в нем много изюма и сушеной вишни. Тут можно сказать, я это люблю. Друзья. Наверное, хватит мне злоупотреблять едой. С удовольствием представляем вам рецепт классного, вкусного пасхального кулича. Он у вас 100% получится, даже если вы никогда в жизни не пробовали его делать. Просто следуйте нашим советам. Мы с Ларисой от всей души поздравляем вас с наступающим светлым праздником Пасхи. Желаем счастья, здоровья, достатка и мира в вашем доме. Извините. Ну и, естественно, подписывайтесь на наш канал. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Хорошей Пасхи вам. Христос воскрес. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok